Перед нами портрет кисти Григория Нечелухина. И кто перед нами? Это приятная моложавая женщина. Это перед нами кандидат медицинских наук Инга Александровна Балабанова. Чем она известна, что вообще о ней можно сказать? Она пока еще кандидат медицинских наук, в скором будущем доктор медицинских наук, профессор. И она была руководителем научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии. А была ведущим специалистом в этой области. Авторитетный ученый в 1990 году поменяет свое место жительства. И вместе с супругом, и вот тут я начинаю называть известные имена, которая связана с этим портретом. Итак, вместе с супругом, научным журналистом и главным редактором творческого объединения научно-популярных фильмов, тогда процветающей Свердловской киностудии, Октябрином Сергеевичем Балабановым переедет на Кубань. В Анапе она будет заниматься тоже своей прежней деятельностью. Она работала в санатории «Лада». И вот жила она вместе с супругом в доме, который подарил своим родителям очень известный, очень известная личность, очень известный человек. А это кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов. Мы прекрасно знаем его как режиссера, как автора фильмов знаменитых, таких как «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Про родов и людей» и других очень известных фильмов. То есть как бы он из тех, кого называют культовыми режиссерами советского, а потом уже и российского кинопроизводства. Вот такие известные имена связаны с портретом, на котором изображена миловидная кореглазая женщина в белом халате. Художник тщательно отмоделировал мягкие черты лица, тонкие пальцы рук и наполнил предметы цветными тенями и рефлексами. Появление портрета было основано на личном желании художника Григория Нечухина воплотить на полотне образ талантливого и красивого человека, при этом бывшего частью дружеского окружения художника. Дело в том, что с супругом Нинги Александровны, вот Октябрином Сергеевичем, он дружил, бывал в их доме еще в то время, когда будущая слава российского киноискусства, был мальчишкой.